На акциях протеста в Беларуси в минувший уикенд 20 сентября задержаны более двух сотен участников. Большая часть в Минске. По оценкам журналистов, более 100 тысяч несогласных с итогами президентских выборов в августе. В Москве у здания администрации президента России на следующий день вышли на пикеты против поддержки режима Лукашенко. Может начаться такая вражда, во всяком случае ментальная, между российским и белорусским народом, потому что Путин просто явно становится на сторону Лукашенко, который этот народ пытает. Вот уже мы знаем о сотнях пропавших без вести в связи с акциями протеста. И меня беспокоит, что Путин всегда поддерживает людоедов. Вот то Мадуро, теперь Лукашенко. По итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи на прошлой неделе стало известно о том, что Россия предоставит Беларуси кредит на полтора миллиарда долларов, напоминают пикетирующие. А Министерство обороны России анонсировало вторые кряду совместные военные учения. Практически в это же время в правительстве заявили о сокращении бюджета на лекарства для больных с редкими заболеваниями, напоминает гражданская активистка, врач по профессии Ольга Мазурова. Ее такая расстановка приоритетов не устраивает. Полтора миллиарда. Палачу Лукашенко. Палач в буквальном смысле этого слова, потому что я видела те зверства, которые производят его подопечные. Женщин, детей, мужчин пытают, убивают, избивают. Женщины насилуют. Ребята, мы с кем дружить собираемся? Человек просто то ли обезумевший, то ли полоумный человек. И мы ему даем полтора миллиарда. На что? На то, что сейчас его ОМОНовцы, милиция, избивают женщин. Вот буквально последние два дня. Какие задержания? Женщин. Воюют с женщинами. Предыдущую аналогичную акцию здесь же у администрации президента разогнала полиция. В этот раз вмешиваться в ход одиночных пикетов никто не стал. Иван Воронин, Никита Татарский. Радио Свобода. Москва.